Чемпион выиграл FC в лёгком весе Мехти! Такое! Ахват Гроссин! И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy, ведь благодаря им мы можем ездить на все российские ММА-турниры, освещать их, а самое главное, что они дают возможность российским бойцам и промоушенам, таким как EFC, делать большое количество крутых турниров. Спасибо огромное, Gorilla Energy, это отличный энергетический напиток. Рядом со мной стоит чемпион, все еще EFC, Мехди Дакаев. Мехди, поздравляю тебя с победой. Бой очень получился конкурентный, очень крутой. Расскажи, какие сейчас эмоции, первая защита? Эмоции у меня сейчас облегчение. Опять же, после каждой подготовки, когда уходишь из этой ситуации, из-за долгой подготовки, и в конце концов ты уходишь из этой ситуации с высоко поднятой головой, дойдя до финиша, это тебя как бы сильно мотивирует, и ты хочешь делать еще больше. Я очень, как бы, я недоволен всем боем, который я провел, как бы, если взять в целом. А так я доволен результатом, что я смог выиграть этот бой. Еще после прошлой победы, когда ты завоевал титул, Хабиб Нурмагомедов выделил тебя и сказал, что Мехди Дакаев – это парень, который может конкурировать уже в UFC. Сейчас ты защитил бой. Будет ли какой-то разговор с Хабибом, может быть, с руководством твоего клуба, о том, что тебе нужен трансфер в UFC, и ведутся ли уже какие-то переговоры? Миша, как и тогда, как и до боя, и после, как мы с тобой разговаривали, у меня, как бы, я гляжу в туман, у меня никаких конкретики, никто на со мной на связи не выходил. Я, как бы, не могу комментировать хоть какую-то ситуацию, потому что я ничего не знаю, кроме этого, больше вас. Еще сегодня я увидел в твоем арсенале новую фишку – это жесткий лоу-кик. До этого многие, да, тебя называли боксером, потом удивлялись, что ты борец. Кто называл тебя борцом, удивлялись, что ты боксер. Сегодня у тебя в арсенале новое оружие, ты его именно к этому бою приберег или уже давно умел бить лоу-кики? Миша, я в этом спорте с 13-й, или же максимум с 14 лет. У меня в арсенале еще есть много чего показать. Я боец не из той поколения, когда говорят, о, этот борец, о, или же это ударник. Я могу делать и то, и другое, я разностроенный борец. Я выходил и не из бокса, и, скажем так, не из борьбы, а именно из смешанных единоборств. Хоть я и начал с бокса, но как бы практиковать этот вид спорта уже на протяжении 12 лет. Это значит, что хоть и в детские годы все началось, но у меня есть как бы заложенный свой фундамент, который работает разносторонне. Еще хочется понять, в конце была такая ситуация, что зрители некоторые стали освистывать тебя, и Узаир взял микрофон, попросил, чтобы зрители немножко поубавили своих эмоций. Как ты вообще относишься к такой реакции публики и считаешь ли ты ее правильной? Реакция публики – это одно дело. Другое дело, как к тебе относится человек, который бьется против тебя. Не у меня, не думаю, не у него, не у нас друг к другу не было никакой ненависти. Мы по ходу боя говорили, нормально, мой бой закатываем, да. И как бы на хорошей ноте разговаривали, у нас получилось показать хороший бой, достойный бой. И выйти, самое главное, выйти из этой клетки с уважением друг к другу. А насчет зрителей, я думаю, что Узаир правильно поступил. Люди, болельщики должны понимать, что клетка – это часть нашей работы. И не больше, кроме этого, как бы все, что происходит в клетке – это одно дело, а за ним мы совсем другие. Как бы мы можем быть друзьями, как бы знакомыми, но ни с одним моим соперником у меня никогда вражды не было. И как бы я не думаю, что из-за того, что я выиграл у кого-то, или же у меня кто-то выиграл, что мои болельщики должны его ненавидеть, или же наоборот. – Вопрос, который я еще тоже хотел тебе давно задать, он будет как бонусом в этом интервью, предпоследнем. Ты же во Франции в какой-то момент, ну, выступал за Францию, правильно? И во Франции я видел, что, буквально недавно отнулся, есть типа уличное ММА какое-то, там ребята проводят, и очень часто там дерутся чеченцы. Ты участвовал в таких боях? – Нет, никогда не участвовал, но я знаю людей, которые организовывают эти бои и как бы и участвуют там. – А почему ты никогда там не участвовал? – Я считаю, что это не по спортивной части, скажем так. – Окей, ну и тогда последний вопрос. Расскажи, когда ты будешь готов вернуться? Я так понимаю, что у тебя есть небольшая травма ноги, плюс сейчас еще будет месяц Рамадан. Тебя ждать стоит летом или может быть уже осенью? – К концу года, к концу года. Сейчас, сам понимаешь, я сделал 2-5-3 андорбоя за 4 месяца. Не сказать, что это мало, но это и немного. Сейчас я сделал еще с того года такой нормальный рывок. И хочу сейчас, я думал, сейчас передохнул, и сейчас возьмусь. Но когда уже начал подготовку, понял, что было все-таки чуть-чуть рано. Ну, факт, что я хотел выступить до Рамадана, сыграло свою роль. И я хотел выступить на этом турнире, поэтому как бы и так и получилось. Но сейчас ориентируюсь, буду готовиться к концу года. Чемпион, поздравляю с защитой. – Спасибо большое, Миша. – Друзья, вы подписаны на инстаграм Мехди Дакаева, он появится внизу экрана. Подписаны на инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. А обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова